Дееспособен, живи и радуйся. Не дееспособен, после смерти родных отправляйся в богодельню. А если человек ограниченно дееспособен, как, например, эти ребята, все равно в интернат альтернативы государство не предлагает. Подумаешь, что супруги Кац уже 17 лет жизни положили на то, чтобы научить своих воспитанников быть самостоятельными в быту. Чиновникам это не нужно. Даже если человек все делает сам по дому, он все равно попадает в психонерологический интернат. Да. Вот наших ребят, многих мы научили ходить в магазины, готовить. Им надо только помогать по жизни, сопровождать, решать их большие проблемы. Но нет, сейчас такой юридической ситуации нет, и они обязаны быть только в психонерологическом интернате. Семену уже 27, задержка в речевом развитии – один из его диагнозов. Есть и посложнее. Тем не менее, он все понимает и даже играет в театре особенных людей. Ну, мы на год готовимся. Ну, мы на год готовимся. Что вы разучиваете? Песню. Песни, танцы, спектакли – процесс разностороннего развития не останавливается ни на минуту. На первый взгляд, жизнь у Семена такая же, как и у здоровых людей. Он сам ходит в магазин, сам проверяет почту. В домашнем хозяйстве его мужские руки просто незаменимы. А уж у бабушки на даче тем более. Бабушка слабенькая, ей надо постоянно помогать. И она без него. Она им руководит, а он ей делает. Но если ничего не поменять в законодательстве, поменяется сама жизнь Семена после смерти мамы. На случай, если меня не будет, его просто отправят в места недалеко, недалекие отсюда. Хотелось бы, конечно, чтобы он остался дома. Хотелось бы, чтобы он имел какую-то частичную опекуна. А для этого надо ввести в наше законодательство термин «человек с ограниченной дееспособностью». Во всем мире это понятие есть. И только у нас ограниченно дееспособных юридически не признавали ни в советские времена, ни сейчас. О том, что так больше жить нельзя, говорит вот это открытое письмо к власть имущим. И вот это голосование. Почти полторы тысячи человек уже высказались, что такие, как Семен, имеют право жить в собственной квартире и после смерти родных. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал.